В первую очередь познакомимся. Я представлю тебя, Павел, и попрошу тебя представить себе. Итак, сегодня мы поговорим с вами, ребята, об обработке, о защите семян гибридных культур. И с нами Павел Мигулев, руководитель Института защиты семян компании «Сингента» в городе Воронеж. Базируется Павел у нас в прошлом, имеет за плечами 10-летний опыт работы в области защиты семян, как технический специалист, эксперт, испытатель новых продуктов по защите семян в условиях России. И с недавнего времени Павел возглавил наш Институт защиты семян, который сейчас, на данный момент, за его окном строится в Рамоне, на станции в Рамоне. Да, спасибо, Дмитрий. Почему-то я слышу всегда, скажите, сразу скажу, институт – это не учебное заведение. Будем разрешать вопросы и приземлять технологии в России, связанные с защитой семян. И второй участник, который вы видите, Дмитрий Агьенко, краснодарский житель, коренной, тоже также является на данный момент руководителем портфеля продуктов для защиты семян в России и странах Казбек. Дмитрий также имеет богатый опыт в защите семян, имеет огромнейшее, считаю, если вам надо настроить технику, опрыскивать. Дмитрий также во своей карьере это очень хорошо умеет и делает. Поэтому мы собрались именно сейчас поговорить за защиту семян. Если вы видите внизу такой вот логотип Ситкея, Сингента, мы будем разговаривать за защиту семян. Проходим дальше. Если переходить к значку Ситкея, что он означает? У нас есть своя философия, которая основана на трех основных пунктах. Это эффективные продукты, поддержка в нанесении, обработка продуктов для защиты семян, доставление сервиса. Соответственно, наша философия команды заключается в том, чтобы бережно защищать семена и иметь самую лучшую, самую эффективную обработку. В нашем портфеле имеется огромное количество продуктов, в том числе и для гибридных культур, о которых мы с вами сегодня поговорим. Кроме того, мы оказываем не только продаем продукты для защиты семян, но и, соответственно, оказываем всестороннюю поддержку в нанесении продуктов, настройку. Помогаем настраивать правильно заводы, которые осуществляют обработку. Ну и, соответственно, сопровождаем так называемый стюршип или технику безопасности для обработки семян. Помогаем выработать рецептуры, правильные рецептуры для конкретных культур, для разных случаев с различной обработкой. Ну и, соответственно, оказываем сервисы, техническая, агрономическая поддержка. Проводим оценку качества обработанных семян с помощью экспресс-анализов, либо же с помощью лабораторного оборудования, на котором мы сможем определить любую полноту нанесения препарата на семена, то есть любое количество действующего вещества, которое находится на уже обработанных семенах. Такие услуги мы предоставляем и готовы быть полезными для вас. Поэтому мы говорим, что сеткея – это больше, чем защита семян, это еще и всесторонняя помощь. Да, господа, и сразу, да, моя любимая фраза у всех про травители. Все-таки они, а у нас продукты для защиты семян, и семена все-таки не надо травить, семена нужно защищать. Хорошо, спасибо, что отвечаете, да, так лучше, надеюсь. Так, содержание вебинара сегодня, какие темы мы затронем, поговорим и попробуем, да, какие-то спрогнозировать истории, связанные с погодными условиями на следующий год. Есть небольшие наработки в этом. Затронем основных вредителей России, почвенных вредителей, да, конкретно проволочника, как он находится, на какой он сейчас стадии своей, скажем так, развития, и мы видим, что все-таки, забегу вперед, да, проволочник сейчас у нас находится на взлете, да, его численность поднимается, популяции. Дмитрий расскажет, и я надеюсь, за новинки. Все-таки у нас очень часто выходит новый продукт для защиты семян, и сегодняшний вебинар не исключение. И, как обычно, затронем тему все-таки затраты в обработку семян. Это затраты, да, либо инвестиции. И, конечно же, ответим на ваши вопросы. Если меня по-прежнему плохо слышно, напишите или там нажмите кнопку реакции, огонь, да, или как он тут, чтобы я, может быть, поменял свои настройки микрофона или что-то сделал. Нет, слышно, неплохо, да, только говори громче, чуть-чуть громче. Тогда будет все окей. Да. Так, проходим тогда вперед. Давай. Я тогда буду переключать. Да. Вот это слайд, не пугаемся. Так, я сделаю, по-моему. Господа, погода, да, осадки. И этот сезон, да, я думаю, что вы заметили, да, что совершенно поменялось у нас отношение к дождям, да, отношение к засухе. У нас изменилось полностью за последние, наверное, там, три года наше понимание, как распределены осадки в течение года. И в этом сезоне для выращивания культур, кукурузы, да, и подсолнечника, в частности, лимитирующим фактором все-таки, я считаю, стал запас продуктивной влаги, который остался, был весной. И от этого многие территории очень сильно пострадали, потому что не смогли спрогнозировать, не смогли точно понять, все-таки посмотреть. Многие даже не смотрели на этот запас продуктивной влаги в почве и понять, какой же все-таки он у них есть и как им корректировать свои технологии в зависимости от этого. Здесь представлены графики в основных регионах возделывания кукурузы подсолнечники, да, это Центральный, Волга и Южный федеральный округ. Здесь я пока привел данные, да, именно о осадках, начиная с сентября по март. Я понимаю, что эти данные не отразят, наверное, скажем так, запас продуктивной влаги в почве, да, ну, потому что на самом деле пока нет инструментов, так хорошо анализирующих в масштабах всей страны. Внизу я привел данные именно запас продуктивной влаги, который был в полях, когда мы по крупицам собирали, наверное, в том году с помощью анализов, да, вручную. И примерно можем, вы видите, поставить, что разброс и средний, да, показатель находятся очень, скажем, в минимальном уровне, да, в том году. Но я хочу вам обратить все равно внимание на осадки, которые выпадали в течение, начиная с 2014 года, да, вот в этот период с сентября по март. Вот, и я попробую что-нибудь как-нибудь указывать, наверное. Вот, и мы видим, что, например, здесь, как я сказал, с 2014 года начинается у нас измерение, и мы видим, что 14, 15, да, и, наверное, 17, да, находится у нас, скажем так, если мы раскинем примерно в каждом регионе, в нижней половине, да, 17, 18, как-то в зимний период находились гораздо выше, то есть осадка выпадала в зимний период выше. Это значило, что, да, выкинем мех состав или как-то там, это значило, что все равно влаги за зимний период накапливалось больше, и весной перед посевом у хозяйства было гораздо больше, да, скажем так, шансов, чтобы нормально сформировать, и нормально растение могло вегетировать в течение сезона. 2019 год, да, где сезон 2020 находится вот где-то вот здесь, если мы внимательно там будем смотреть, да, и поудаляем. И 2020 год, да, на самом деле сейчас идет по очень плохому сценарию, мы видим, он также находится на уровне 14-го года, который самый низкий зафиксированная его влагообеспеченность, поэтому мой достаточно прогноз, да, вот видите, 2020 год в Южном федеральном округе как низко он на сегодняшний момент накопил, были осадки в этом регионе, поэтому мой прогноз на сезон 2021 год, скорее всего, это такой же сохранится, такой же дефицит влаги как в почве, да, продуктивной, так и в течение сезона осадков и дождей будет очень мало. Поэтому на самом деле можно сформировать некие рекомендации, да, которые всем, наверное, давно известны, но почему-то все забывают. Дмитрий, можно слайд вперед, наверное. Вот, это не стоит забывать о важнейших, да, таких трех столбах, на которых вообще стоит весь, вся, все растеневодство, да, и вся агрономия, все семена, которые у нас, это живые организмы, да, которые мы собираемся сеять. И мы прекрасно понимаем, что без трех основных факторов, да, они не взойдут. То есть без воды, без молекулы кислорода и без температуры не взойдет. Например, если два из них, как я часто говорю, вы можете найти даже в мешке уже, да, температура и воздух есть в мешке, но у семена также не сходятся. Именно сочетание всех этих трех факторов в нужном пропорции дает как раз-таки у нас прорастание и рост семян. Например, что было в прошлом сезоне, да, и там вот взяли мы семена и посеяли очень рано. Помните, да, это все. Вот возьмите семена и залейте водой температурой плюс 5 градусов. Как вы думаете, Дмитрий, будут семена начинать? Есть влага, есть? Есть. Кислород есть вокруг? Есть. Но температура, да, плюс 5 градусов. Вы будете развиваться? Ну, мне будет сложно, конечно, здесь в этих условиях развиваться, а еще сложнее будет получить максимальный урожай. Конечно, и это все задерживало всходы, это все, вот, скажем так, семена всходили неравномерно, и больше, скажем так, возникало вопросов к этому раннему севу, чем какое-то там решение. Поэтому именно не нужно торопиться, да, нужно соблюсти для посева, да, оптимальное условие, когда и температура, и влага, да, и, скажем так, кислород, то есть нет переуплотнения почвы, нет какого-то там затопления почвы. И тогда начинать посев, и это, как говорится, приведет к ровным всходам. На самом деле 80%, если мы получили ровные всходы с заданной густотой, да, на этих двух культурах, на гибридных, это половина успеха. Поэтому как вы сейчас скажете, как тут влияет обработка семян, да, при чем здесь обработка семян? Это как раз такие задачи препаратов для защиты семян, на ранних этапах роста постараться снивелировать вот эти стрессы, которые здесь представлены, да, и водные, да, хоть как-то поддержать молодые растения и стресс от болезней и вредителей. И, возможно, температурные есть решения, да, уже появляются, что современные продукты для защиты семян переходят от контроля только вредителей и болезней, да, уже в, скажем, физиологическую часть, где начинают поддерживать растения уже на более глубоком уровне, и это дает свои результаты. Поэтому продукты для защиты семян, да, являются первыми в борьбе за будущий урожай. Здесь я бы, Паш, наверное, бы сказал о том, что у нас работает обработка семян, там, продукты, которые регулируют стрессы только в интенсивных технологиях. Когда мы используем, там, не знаю, 7 глину, да, и у нас там 100 миллиметров осадков, получить там достоверную какую-то хорошую разницу, получить высокий урожай очень сложно. То есть там, когда мы уже достигли планки, имеем с вами очень хорошую высокую генетику, качественную генетику, да, имеем, вносим достаточное количество удобрений, достигли определенной планки, и здесь мы можем уже с помощью различных препаратов для защиты семян поднимать уровень и поднимать, улучшать усвоение, там, минеральных элементов питания с помощью биологических продуктов, да, и, соответственно, защищать эти семена. Наиболее эффективно и получать от них достоверную разницу. Да, как я сказал, все забывают про эти рекомендации, но еще раз напомню, да, при такой уровне запаса почвенной влаги, да, мы не рекомендуем, если у вас в полях все-таки норму высева, давайте сначала начну, норму высева нужно корректировать на этих двух культурах кукурузы подсолнечника, исходя из предшественника и запаса влаги в почве, оставшиеся после него, да. Здесь представлены цифры, которые помогут более-менее, скажем так, сориентироваться во всем этом. То есть, если вы выращиваете подсолнечник и понимаете, что запас влаги, да, у вас до 130 миллиметров в метровом слое, не нужно сеять гибриды с густотой выше, там, 45-50 тысяч, да, не нужно сеять гибриды интенсивного типа, да, вы прекрасно понимаете, я думаю, о каких там гибридах во всех компаниях существуют такие же. Этот год показал, что при таком запасе влаги в начале сезона вывезли, как говорится, только нормально смогли реализовать себя, свой урожай гибриды среднеэкстенсивные, либо даже экстенсивного типа, которым не нужно было такое большое количество, да, влаги, они стабильно дали хороший, говорится, свой уровень, и хозяйство не потеряло. А соседнее хозяйство, да, через речку получило 10 центров, а другой получил 40. Поэтому не нужно загоняться в какие-то там сейчас... Все поменялось, господа, мы уже не можем так сеять, как было раньше, да, все меняется, и нужно относиться к выбору и подбору густот очень серьезно. Если у вас все-таки, вы счастливчик, да, и у вас запас влаги там доходит после 120 мм в метровом слое, перед севами имеется в виду, да, вы можете до 55, но ни о каких-то там 70 тысячах, да, там 66, там уже, наверное, речь не может идти, этот год это доказал. С кукурузой такая же, говорится, программа, да, если у вас там до 120, не надо завышать там 70, максимум 55-60 тысяч на гектар. Если свыше 150 мм, можете сеять 75+. И также выбирать гибриды. Чем меньше у нас запас влаги, да, мы выбираем гибриды, которые более экстенсивны. Я думаю, на других вебинарах от компании-то более тема подробно рассказана, да, разжевана, уже можете обращаться к ним. Но следующие два момента, да, вот здесь выравнивание полей и точная настройка сейлки являются чуть ли не на самом деле не основополагающим фактором успеха будущего урожая, потому что если мы начнем сначала, да, вот с точной настройки сейлки, глубины заделки, и еще и скорость, да, посева тоже немаловажно влияет, потому что сами знаем, при возрастании скоростей у нас все равно еще 90% сейлок и могут вытяжить там скорости, там, 12 км в час, начинают сошники прыгать в почвенном слое, да, распределять семена то вверх, то вниз, и ни к чему хорошему это не приводит. Поэтому каждый лишний сантиметр заделки от оптимального вниз, да, добавляет плюс 3 дня ко всходам. То есть если одно у нас растение в, скажем так, в семенном ложе убежало, да, из-за сейлки, либо из-за плохой подготовки почвы больше, чем все остальные на 1 сантиметр, оно появится позже на 3 дня. Как вы думаете, задайте сами себе вопрос. У него, конечно, еще там 90-100 дней вегетации впереди после всходов, и почему-то все думают, что оно догонит соседа, да, и будет нормально, да, с такой рожейкой. Не догонит, не врите себе, не догонит. Все, растение задержалось на 3 дня, не догонит оно соседа. Она будет пытаться всеми возможными способами выйти в один уровень для солнечной, да, получения солнечной радиации, и этот ускоренный рост будет компенсироваться продуктивностью. То есть она забудет про все, что ее нужно формировать, лишь бы получить хоть какую-то там долю солнечной радиации. Поэтому скорость посева, настройка селки, да, глубина заделки – это очень важно, чтобы получить ровные всходы и, кажется, дальнейший рост. Второй момент, да, который здесь с конца начал – выравнивание почвы именно с осени. Почему-то у нас это много кто делает, но еще большая часть России почему-то забывает, либо поздно заканчивает уборки, либо еще какие-то вопросы происходят у него в осенне-зимний период, и там выровненность, не выравнивают, скажем так, пахоту, либо там не делают какие-то там выравнивающие операции поля с осени, а все выходит весной. То есть каждая технологическая операция, связанная с проездом, да, почвенного агрегата по полю весной – это просто минус, минус и минус миллиметры почвенной влаги. Глубину посева, вы сами знаете, мы должны посеять меньше, например, у нас мы видим, что влага начинается на 5 сантиметрах, значит, сеять мы должны на 6 сантиметров. Если мы еще проехались перед этим там два раза дисками, потом, не дай бог, культиватором, да, то есть три раза проехали, то влага у нас убежала на 8, сеять мы должны на 9, а как я сказал, каждый сантиметр там от оптимума – это плюс 3 дня, поэтому у нас начинают появляться сходы через месяц, и мы потом думаем, что у нас, говорится, не так пошло с гибридом, и там какие-нибудь гибриды, которые всегда давали у нас отличный результат, в этом году дали плохой, это, наверное, генетика подвела, или что-то там еще произошло. Поэтому не забываем такие моменты, да, как выровняли, там если мы используем классику технологию, да, классическую там спашку, выровняли обязательно походу зимой, с осени, неважно как, но весной мы делаем там минимум подготовки, да, там делаем предпосевную культивацию или вместе с посевом, да, сейчас комплексы у всех, наверное, есть, и сеем. И, ну, по гербицидам там вообще можно долго, да, разговаривать об этом, что многие сеют и в траву, как говорится, специально, потом делают глифосадную обработку, если используют евролатинговые гибриды, да, делают еще раз обработку в 4 пар листьев евролатингом, капторы, да, и забыли, как говорится, подсолнечник, то же самое примерно и с кукурузой. Не забываем за выравнивание почвы, сохранение влаги, да, все технологии, которые вы знаете, чтобы в своей, там, хозяйстве в своем регионе сохранить влагу весной, нужно вспоминать, использовать и не пренебрегать, потому что сейчас это основная, говорится, основной фактор, который снижает урожайность в полях. Температуры. Дмитрий говорит, все, говорит, не осталось, надо быстрее, надо говорить. Температуры. Как ни странно, температуры у нас растут, да, и это всех с агрономической точки зрения немного даже в том году особенно, скажем так, как это правильно, сподвигло на то, чтобы выехать сеять пораньше. Ничего хорошего, вы помните, не вышло, да, у нас они потом упали. Но в среднем, да, что здесь на графике показано, я хочу вам, вот это, где тут мои опять эти, супер, вот, Дмитрий, ладно, южно-федеральный округ. Вот эта дельта, да, которая здесь показана, самая большая, да, вот синим ее отмечаем, это среднем многолетний, да, накопление температур, скажем так, как двигались температуры с 90-го по 2020-й год, да, мы видим тут такая большая, кажется, корреляция. Коридор были года похолоднее, были года потеплее, но тем не менее. Вот это вот красным, да, которое посередине виден, это среднее между 10-й и 15-й год, да, вот плюс-минус температуры прыгали вот где-то вот в этих, в этом, вот по этой линии. И к черным, да, вы заметите, это как раз-таки, как были температуры у нас в прошлом сезоне, да, в 2020-м. Темно-зеленый, наверное, правильно. Ну, знаешь, как говорится, не все мужчины хорошо определяют цвет, вот, да, вот это. И что мы видим, да, что температуры действительно в зимний период поднялись, да, вот здесь видно, что от средней, да, вот, скажем так, пятилетние, от средней пятилетней даже показателя. И были, в принципе, теплее, чем мы ожидали. Что это привело? Что, например, уже там, да, к середину марта мы видим температуры на юге, да, поднялись воздух по районе 10 градусов. Потом произошел, к сожалению, у нас, вы помните, этот, по крайней мере, южный, да, коллеги заморозки обратно. Но в марте, там, в апреле это все, как говорится, с одной стороны хочется посеять раньше, потому что, да, у нас в марте мы видим температуры подскочили и надо сеять, а потом они опять упадут, да. И второй момент, что это говорит о том, что красная линия, вы видите, старт активации вредителя, да, конкретно вредители почвенных, вредители начали подниматься после зимней спячки раньше. То есть температура воздуха растут, да, биология вредителей. Такая же ситуация, Дмитрий, прошу дальше тебе пролистывать, сохраняется и в других регионах. По Волжье мы видим, что тоже не было сильных изменений температуры. Последние два года, я думаю, все обратили внимание, что не было сильных морозов, то есть почвы значительно не перемерзали. Соответственно, это приводило к тому, что количество там вредителя у нас увеличивалось. Спокойно все перезимовывали, и ничего, как говорится, их, естественным образом, их популяцию никто не уничтожал. Вот. Плюс, как мы сказали, он раньше начинает подниматься, да, с глубин, по крайней мере, те, кто зимует в почве, да, раньше там популяция начинает вылетать. И получается так, что их хозяйство начинает раньше сеять, и вредитель уже к этому моменту поднялся, да, поднялся, и он голодный, ему есть нечего. И тут молодое растение, которое только-только взошло, оно маленькое, да, ему хватает просто там один раз на него плюнуть, и оно погибнет, и тем самым снижение густоты произойдет. Вот поэтому рост вредителей и интенсивность повреждений за последние годы увеличилась, потому что если раньше мы, о чем мы говорим, да, температуры почвы прогревались позднее, мы сеяли примерно в те же сроки, но вредитель поднимался позже, когда, да, уже растения находились, я в среднем говорю, да, размазываю, как же так, по региону, когда растения находились уже в более большой фазе, и мы видели повреждения, но так критично это не было, как происходит в последние два года. Поэтому вот такие, кажется, что обыденные факторы, да, как дожди, назовем так, и температура воздуха на самом деле полностью переворачивают подход и понимание технологий выращивания всех культур, да, в данном случае кукурузы подсолнечника. Что, мы начинаем сеять меньше, да, потому что знаем, что такого количества влаги не хватит для всех семян, которые мы запланировали сеять, да, и все потребители, которые там на гектар привыкли сеять, там, это уже, как говорится, это много, да, и они будут все там, что мы посеяли, там, загущенные посевы, да, которые привыкли сеять, они не дадут тот урожай, поэтому нужно снижать норму высева, но тут начинается такой всегда момент, что очень важно, да, в таких ситуациях, когда и вредители, и сниженную норму высева, беречь за каждое семечко и придерживаться такой стратегии, одно семя, одно растение. Это будет на следующие, я думаю, несколько лет очень большой, кажется, тренд для аграриев бороться за получение дружных сходов, и сколько посеяли, да, столько должно их зайти. Хорошо, Паша, у меня вопрос, какие, если все-таки мы говорим вредители, вредители, но какие основные вредители последние, там, два-три сизона, да, наносят максимальный урон с точки зрения сходов? У нас есть слайд, Дмитрий, ты даже не знал об этом, но у нас он есть. Мы все-таки считаем, что основной вредителей сходов на ранних этапах являются вот эти данные, три вредителя, которые за последние, конкретно кукурузы подсолнечника, да, которые за последние несколько лет начали активничать, назовем так. Это проволочник, да, хоть все его знают и видели и на картофеле, и в огородах у себя, и думают, как с ним бороться, он прекрасно чувствует себя и на других культурах, и все в оборотах, и так далее. Подгрызающая совка, которая постепенно, постепенно, да, с ростом температур начинает вредить не только на кукурузе, подсолнечники, и на, да, и зерновые, и рожь, и рапс, и ровое, все этот вредитель начинает, кажется, есть, и весной активно есть, и во многих регионах, да, где высокий рост, да, технологий такой, как ноутил, да, то есть, когда почву перестали пахать, начали расти, развиваться большое количество личинкой майских жуков, хрущей, которые тоже дают себе знать. Все эти вредители, да, если вы внимательно посмотрите, о чем я специально, да, обращал внимание на температурный режим, который поднялся, начинают активацию, да, так скажем, движение, они все многолетние, да, практически многие могут зимовать, либо там переносить зимние циклы в поле, но все они активируются от среднесуточных температур. Вот примерно проволочник, как только у нас среднесуточные установились на плюс 8, он начинает свое движение, да, там, с метра подниматься наверх для активного окормления, да, и развития своего жизненного цикла. Вы видите, что жизненный цикл, да, у проволочника конкретно многолетний, да, это значит, что если он в этом году появился, то в следующем году он никуда не денется, да, он будет проявлять, на поле живут личинки всех возрастов и едят все, в культуре все его обороты и не только, да, он очень, скажем так, непривередлив к еде. Контроль их, единственный контроль, который возможен, только защита из семян, да, применение инсектицидов, причем, как я сказал, что многие из них вредители многолетние, да, и контроль их лучше всего получается, когда мы используем инсектициды в защиту семян не только на пропашных культурах, да, как на кукурузе подсолнечники, но и на зерновых, на рапсе, то есть во всей линейке, да, на севообороты у нас присутствуют инсектициды в защиту семян, тем, который постепенно, да, борется с популяциями, которые здесь находятся. Что касается совки, да, и хруща, в принципе, два это больших объекта, да, скажем, хруща, и многие были претензии, да, связаны, что вот с хруща, как же так, обработка инсектицидная уже не справляется, да, ну, подумайте, да, там, размер проволочника и размер хруща, а на каждое семя наносится очень небольшое количество действующего вещества, и, как я всегда говорю, вредители не умеют читать, и они не понимают, что здесь обработано, здесь, как говорится, не надо это есть, потому что только там практически единственный способ, как действующее вещество инсектицида может попасть в тело вредителя, это после того, как он должен укусить, да, на и поесть, и тогда только поймать летальную дозу и умереть. То с большими вот такими вредителями, да, как хрущ, например, там, действительно, ему нужно несколько растений съесть, только потом он, как говорится, произойдет его там смерть, либо он отойдет в сторону, да, не перестанет. Поэтому это не инсектицид перестали работать, это все-таки объект сложный, да, с которым нужно еще подбирать к нему дозировки, там, или технологии, которые помогут справляться с ним. С совкой еще сложнее, так как обычные неоникотиноиды, да, они практически не работают, на ней вообще не работают, на чешуях крылых, да, то есть все наши привычные клотианидины, имидоклоприды, теми так самые, не работают по подгрызающим совкам, да, по ним работают, ну, там, как перитроиды, если они существуют, да, в обработке семян, по крайней мере, один я точно знаю, так и новый, да, химический класс, который будет появляться, да, это всевозможные и наши продукты появятся, как специально для контроля данного вредителя. Вот, поэтому, но все равно основное остается, я подчеркиваю, это проволочник, и уже, ну, это даже не маркетинговая история, действительно, это уже факт, это уже подтверждено всеми, всеми и многими хозяйствами, которые видят эту проблему и начинают ее... Да, если, здесь подержу, Паш, да, и если мы посмотрим там на их активность по температуре, то проволочники появляются раньше остальных и как раз-таки оказывают самый значительный вред именно конкретно всхода. То есть, если говорить о совке и хрущах, то они появляются чуть позже и появляются, часто, да, появляются, когда уже обработка семян, любая, даже если это перетроит, или антрониламиды, уже не может помочь никак. Поэтому основную проблему составляет, соответственно, для всходов, основной вредитель проволочник. Мы задались несколько лет назад проблемой проволочника, сколько же его находится в полях, да, и для этого провели ряд обследований, по которым обследование различных районов, в различных регионах, да, в течение трех лет мы проводили эти анализы, начинали с юга, потом плавно перемещались к региону центр и перешли потом в итоге по Волже. И, соответственно, по нашим результатам вы можете увидеть сейчас на слайдах, сколько вот количества проволочника, да, по районам юга и центра регионов, что во многих, скажем так, полях, там, где мы делали учеты, проводили обследование, это было, соответственно, мы выкапывали ямки с размером 0,25 на 0,25, и подсчитывали количество проволочника именно по предшественникам, скажем, в большей части это были зерновые, да, либо это были залежные земли, там, где высевались затем технические культуры подсолнечные кукурузы. И к нашему удивлению, да, было узнать о том, что проволочники есть практически везде. Вопрос, когда мы его смотрим, когда мы его копаем и пытаемся найти. Естественно, нужно здесь подобрать правильные условия, чтобы было влажное условие, и его обнаружить. Ну, как вы видите, вот 17-18 год, 19-й, да, мы обследовали уже большое количество. И в 2020 году мы охватили практически уже все районы трех регионов, юг-центр и Поволжья, и определили, что, ну, основное, среднее количество проволочников по всем трем регионам составляет порядка трех-четырех штук на квадратный метр. Сколько это, много или мало, да, сложно сказать, но если мы с вами посчитаем, то есть четыре штуки на квадратный метр могут уничтожить порядка от шести тысяч растений, да, на одном гектаре. Зависит, конечно, какая фаза, какая генерация, соответственно, у личинки. Мы знаем, что она развивается, проволочник развивается, личинка 4-5 лет, и сейчас мы видим, что 2020 год количество особей, там, третьего и четвертого возрастов увеличилось. То есть популяция проволочника сейчас находится на подъеме, и это отмечают наши ученые, да, с Кубанского аграрного университета, что следующий год, если не будет сильных морозов, продолжится такая же теплая весна, как предыдущие два года, то проволочник будет на подъеме, и его вредоносность будет максимальная. Если говорить, сколько шесть тысяч растений, да, если уничтожит шесть тысяч растений, сколько, как это может повлиять на будущее урожае, то есть от того, что мы не получим вот эти шесть тысяч растений, мы с вами можем недополучить, там, от двух с половиной центнеров с гектар, не говоря уже о стоимости съеденных семян или сходов. Это вот здесь... Наглядно, наверное, показано... Наглядно показано. Как все мы знаем, да, там, расстановка, и это вот настройка селки тоже немаловажно, да, этот фактор влияет на густоту, но если, как Дмитрий сказал, к этому посеву, да, вот мы висеем там 57 тысяч подсолнечника, да, рассчитываем там на средний урожай, у нас 42,8, и кажется, что все хорошо, но Дмитрий правильно сказал, что у нас, если произойдет хотя бы снижение, да, на одном погонометре на одно растение, да, мы уже потеряли там достаточно большое количество растений и снизили урожайность. Если это происходит от вредителя, да, тут нужно еще понимать, что вредитель, да, даже с инсектицидной, да, обработки семян будет повреждать растение и может снижать, если его количество там будет большое, да, например, или обработка семян недостаточно сильная, чтобы удержать это большое количество. Поэтому чем лучше мы сохраним те семена, которые мы посеяли, тем больше мы, говорится, сделаем себе, сохраним, или создадим, сохраним потенциальный урожай, который у нас находится в поле. А если там рассчитывать еще и посмотреть с другой стороны, да, потому что на самом деле семена-то, ну, у нас рыночная экономика, да, постоянно. Семена у всех производителей год еще, да, крути-не крути, каждый год подрастает. И сейчас хорошая генетика, да, которая действительно работает, действительно подходит к вашим условиям, стоит не так там ни три копейки. Да, и каждый мешок обходится, да, там, если мы возьмем, по-моему, затраты на тот же подсолнечник, да, это чуть ли не 50% на гектар, это семена, да, может быть, меньше там, в зависимости от технологии. Но вот представьте, все эти вы, да, там, 6 тысяч на гектар рублей, да, то есть там 6 тысяч рублей на гектар вы сеете. Четыре проволочника, да, которые в среднем находятся, да, по стране, это не значит, что в каждом поле их четыре, да, в каком-то 50, в каком-то один. Ну, обсуждать так, четыре проволочника у вас точно есть. Эти четыре проволочника съедают где-то там полторы тысячи у вас растений, просто уже на старте. Посеяли пять, проволочник съел полторы. Это только потеря деньги на ветер на самом раннем этапе, да, скажем так, в вегетации культуры. А сколько вот эти полторы тысячи затрат на семян, да, в них есть, конечно, куча растений, да, 14 тысяч примерно, да, вот здесь мы посчитали. Сколько потенциально эти 14 тысяч растений могли принести дополнительного сохраненного вырожая? Это тоже вопрос. Поэтому вся технология, да, как вся и в агрономии, да, начинается складывать из очень маленьких таких кусочков, да, как, там, анализ температуры, нормы высева, настройка сейлки, настройка агронома, если это нужно, да, и защита семян, да, все начинается вот с таких вот базовых вещей, которые потом, да, выливаются в прибыль, выливаются в хорошее урожае и дальнейшее развитие хозяйства и счастья наших детей. Вот так. Вот. Почему, да, не знаю, почему мы часто об этом говорим, но всегда хочется каких-то подтвержденных данных. Если кто не знает, у нас есть горячая линия сингента, не знаю, на каждом утюге, да, как мне говорится, написано, если есть вопросы, звоните. И мы поднимаем эти данные, мы анализируем, да, ваши звонки, очень много приходится, там, переключается на специалистов, да, доходит до каждого из нас. Спасибо, что все обращаетесь. Ну, также ведется статистика, да, обращений, с чем связано и так далее. И если мы посмотрим, как просто количество этих обращений, да, по данным нашей службы, то есть как часто люди звонили в сингенту и говорили, у меня проволочник, что мне делать, подскажите мне, да, я понял, что это на самом деле цифры, да, как сухие, статистические, но мы видим, это количество обращений растет, растет и другие вредители, да, вот ростковая муха, которую раньше никто не видел, да, на сои той же самой, она прыгнула просто за два года, да, то есть люди увидели этого вредителя. С чем это связано, да, вот то, что мы говорили вначале, температуры, изменения там, влагообеспеченности, да, изменения вообще в культур, многие вредители начали мигрировать, да, с культуры на культуру, но почвенные вредители, да, которые там вредят на самых ранних этапах роста, они прямо сейчас на волне, как говорится, во многих территориях становятся уже большой проблемой, действительно. Вот поэтому мы, соответственно, получаем больше вопросов, больше как бороться с вредителями, потому что, в некоторых, да, в некоторых хозяйствах уже, скажем, тот же стандарт инсектицидной защиты в виде круизера уже не справляется с теми проблемами, которые появляются в хозяйствах. И, соответственно, мы выводим на рынок, да, новые продукты, которые помогают решать эту проблему, потому что интенсификация продолжает расти на кукурузе, на подсолнечники для сахарной свеклы. Это вообще вредители, как вы знаете, проблема номер один, да, и там уже давно найдено решение и применяется. Вот, но каждый хочет сэкономить, посеять ровно столько, сколько нужно получить в конце, поэтому для того, чтобы обеспечить финальную защиту, да, семян и получить ровно такое же количество растений, сколько мы и посеяли семян. В нашем портфеле был продукт на протяжении, я не знаю, уже, наверное, шести лет, да, есть продукт Форзе, который в себе содержит два действующих вещества, соответственно, имеет два механизма действия. И в последнее время мы уже вывели на рынок, последние два года вывели на рынок продукт под названием Крузерфорс Технология, который является как бы аналогом, да, для кукурузы, также мы применяем его и на подсолнечнике. И давайте более подробно, да, расскажем, что же это за продукт и каким образом он работает. Как я уже сказал, два действующих вещества содержатся, это системный темитоксам и контактный тефлутрин, либо более известный, да, под названием Форз, который имеет формуляцию продукта МКС, то есть микрокапсулированная суспензия, которая начинает активизироваться, когда семя попадает во влажную почву. То есть когда происходит контакт тефлутрина с почвенной влагой, скажем, капсулы эти начинают постепенно растворяться, и из них выделяется, соответственно, газ. Таким образом, в результате этого взаимодействия влаги и действующего вещества вокруг семени и проростка в дальнейшем формируется определенная газовая фаза, которая защищает, имеет контактный способ, да, механизм действия, и защищает семя и молодой проросток на начальных этапах роста от любых вредителей. Таким образом, все почвенные вредители не подползают, не повреждают молодые проростки, да, и мы обеспечиваем с вами именно получение каждого схода от каждой семечки. Ну и, соответственно, системный темитоксан, он проникает, очень быстро проникает в проросток, и в дальнейшем, когда уже наши сходы развиваются, он защищает уже изнутри, как от почвенных вредителей, так и от, соответственно, наземных. Да, и что происходило в этом сезоне, да, опять же, хочу проговорить, зачем вот как раз-таки обработка вот технологии Форс, да, повлияла на это. У всех, кто посеял, да, психанул, как говорится, и посеял рано, семена очень долго лежали в почве. И проростать не собирались на самом деле, да, потому что холодно для семян, да, но для вредителей уже нормально было. И что мы заметили, как раз-таки те поля, где была обработка Крузер Форс, там первые уровни защиты, да, первые передачи защиты, когда семечка еще лежит, да, и лежал, он очень долго послужил как раз-таки Форс, да, он смог защитить, продлить эту защиту, пока семечка еще, да, там только пытается прорасти. А потом, когда начались ростовые процессы, температура подросла, и начал работать ими так сам, и это усилило, как говорится, эффект. И, да, были там, скажем так, поначалу, вот у нас выезды, да, скажем, претензионные к хозяйству, у нас Крузер Форс там не сработал, да, начинаешь когда-то разбираться, да, месяц лежали семена, и есть повреждения, да, но когда мы переходили и смотрели на другие поля со стандартной обработкой, да, Крузер, да, таких повреждений, отвредителей было гораздо больше, и выпады, и так далее. Поэтому это подтверждает о том, что два, да, действующих вещества с различными механизмами действия, да, с различной, так, идеологией помогают больше и лучше продлить защиту семян в таких вот сложных условиях, которые были в прошлом году, я думаю, повторятся. Вот любимая таблица, да, моя. Ну, всем нравятся почему-то таблички про поводу там физико-химические свойства действующих веществ, я, наверное, не буду долго останавливаться, просто давайте разберемся, раз и навсегда уже мне надоели эти разговоры, что растворимость – это значит, теме так сам промывается, руки хочется, да, и все, что с ними сделать, там, у некоторых личностей… Не пожать, да, условно? Не пожать руки, да, хочется, потому что, ну, все мы прекрасно понимаем, что и те результаты, которые рассказывают, что теме так сам промывается, и показывают, что на сотый день он промылся аж на целых 3 сантиметра, а другие действующие вещества остались на месте. Ну, извините, на сотый день мне не нужна после посева обработка семян. Мне она нужна 35-45 дней максимум. После, вы поймите, растение вырастет в объемах настолько больше, что там то количество действующих веществ, которое оно размоется, и летальная концентрация в растении будет 0,0 десятых. То есть именно влетает… Вредитель съест все растение, да? Только потом, да, пока вредитель все растение не съест, он только потом наберется в эту летальную дозу действующего вещества, и только потом умрет. Поэтому период ДТП, период полураспада – это не период защитного действия. Вполне хватает периода полураспада, там, в 50 дней действующий вещество, чтобы спокойно контролировать и надежно защищать растения от вредителей. Я вам серьезно говорю. Работают они 45-40 дней – прекрасно. Любой тектицидный препарат, да, в лучшем случае сдерживает до 50 дней. Дальше растения уже становятся больше по массе, и концентрация препарата уже не оказывает значительного влияния. По поводу тефлотрина и мифов, что он – это газ, он в мешке уже, там, улетучивается, то же самое. Пахнет в мешке – это не тефлотрин. Тефлотрин – это бесцветное практически, да, без запаха действующее вещество. Приезжайте, да, ко мне, говорится, в гости, тут в Ситкенституте, я вам покажу. Оно не пахнет. Пахнет как раз-таки вот о чем говорил Дмитрий, вот эта микрокапсулированная суспензия, конкретная формуляция, конкретный растворитель, который позволяет вот этим капсулам, да, при контакте с водой начинать их расхлопывать, да, выделять, чтобы действующее вещество выделялось в окружающую среду и тем самым образовывало вот эту газовую фазу. Вот, поэтому тефлотрин – очень стойкий достаточно вещество, никаких там улетучиваний с ним не происходит в мешке, он как и теми таксам, они хранят. Пока не попадет в влагу. Да, пока. То есть в влагу. Если мешок намокнет, то да, произойдет активация и, соответственно, все действующие вещества, в том числе и теми таксам. Да, поэтому почему бы было выбрано решение, да, как раз-таки соединить этих два действующих вещества, одно очень системно, да, за счет своей растворимости, то есть там минимальное количество влаги хватает для того, чтобы большое количество теми таксама поступило в молодое растение, то есть концентрация, да, сразу поднимается, и он готов с первых дней защищать, да, как только семечка тронулась в рост. Второе действующее вещество – это флотрин. Как мы уже выяснили, очень стойко, никуда она там не улетучивается, никуда она там не растворяется. Это как раз-таки локального действия, да, чтобы защитить семя во время всходов, да, защитить корневую систему, чтобы вредитель не подходил и не, как говорится, повреждал. Другие, да, не уникотиноники, которые присутствуют на рынке, да, они работают, да, мы не против, но все-таки случаются ситуации, да, когда, например, растение долго всходит, да, и при низкой влажности почвы. И если мы там используем низкорастворимые инсектициды, да, в обработку семян, то их концентрация внутри растения поднимается гораздо медленнее. То есть инсектицид будет в растении, но его эффективность достигнет максимума, там через 5 дней, а за 5 дней, извините, может у вас растение очень сильно повредится, повредиться, да, вредителями и умереть. Поэтому такая комбинация, да, перетроется с него никотиноиндом высокосистемным. Отлично себя зарекомендовала сначала на сахар на свекле, потом перенеслась на кукурузу, да, форзе, вы уже прекрасно знаете, там, не знаю, сколько процентов, 70 рынка уже точно обрабатывается им. И сейчас мы это вводим на подсолнечники. Плюс по хранению семян, да, вот о чем, Дмитрий, если у вас остались семена с прошлого года, либо вы сейчас купите на 2 года вперед, да, это кейс такой, как говорится, сейчас модный, да, назовем это так. Кукуруза, подсолнечник. С препаратами на семенах ничего не произойдет при условии, если влажность у вас в течении хранения, да, была семян не выше 7%, температуры, да, там были положительные, да, выше нуля в складе, мешки лежали на поддонах или там отставленные от бетонных там стен, полов там больше, чем на, скажем так, там 15-20 сантиметров, то есть влаги не тянули эти мешки, вы бережно с ними относились, не кидали их там каждый день зад-вперед, то препарат, да, семян никуда не денется, не улетучится, не останется в мешке. Они специально, это формуляция, которая, как я говорю, действующая ситуация, это камни, камни приклеены к семенам. С камнями за два года ничего не происходит. У нас Эверест уже стоит очень долго, и ничего с ними не произошло. То же самое и здесь. Пока не попадет влага, пока камни не растворятся в воде, ничего с ДВ не произойдет. Поэтому тут больше вопрос к энергии семян изначальной, да, и к схожести. Крузерфорс, данные. Отлично. Мы, наверное, проскочили такую тему, как Крузерфорс, да, все знают обработку семян подсолнечника в обработке Крузер. Мы это вернемся, да, Дим, в конце, расскажем, что такое конкретно. Но Крузерфорс, как Дмитрий сказал, новая эволюция в защите семян подсолнечника, да, новая такая обработка, которая, может, будет доступна уже на семенах с этого года, даже раньше она была, да. Уже несколько лет мы ведем тестирование в полях, хозяйствах ее. И здесь представлены данные сохраненной густоты, подчеркиваю, сохраненной, по сравнению с обработкой Крузер, да, со стандартом, который уже много-много лет является на подсолнечнике. Мы видим, что среднее сохраненное количество растений, да, в Крузерфорс было в районе там полутора тысяч растений на гектар Крузерфорс сохранял. То есть по сравнению с Крузером, да, то есть, ну, пускай на Крузере там всходило, на контроле всходило там 50, на Крузере там 55, а на Крузерфорс еще там 56,5. Вот примерно так. Вот пока с данными сохраненной густоты. Что нам принесла эта сохраненная густота? Следующий слайд, пожалуйста, или я могу нажать. Давай переключу. Штуки на гектар. Ну, это, соответственно, перевод в урожайность, да, сохраненный урожай, который нам... Да, но здесь правильно нужно понять, да, полторы тысячи растений – это не плюс полтора центера, да, ну, фактически. У нас растения подсолнечника не могут быть такими продуктивными, да, она должна давать тогда там за, не знаю, 70 центеров, а то и больше. Имеется в виду, что... Ну, понимаю, да, что... Вредитель, как, подъедал, да, и другие растения, которые были, ну, они остались живы, да, но продуктивность их снизила. Поэтому тут вопросы в сохраненных растениях и как продукт защитил еще все остальное, да, что растения вокруг, даже те, которые там остались живы, они остались здоровее, потому что их корни не подъедались, в них не залазила новая почвенная инфекция, и растения в целом как бы чувствовали себя нормально, цвели и пахли, как говорится. Поэтому полторы тысячи растений Крузерфорс сохранил, это как раз-таки к вопросу тому, что сеешь 6 тысяч рублей на гектар в семенах и получаешь сходов на 6 тысяч рублей на гектар, да, без каких-либо потерь. Плюс это дополнительное вот это количество растений, несущее потенциал урожая в дальнейшем. Ну, давай перейдем к таблице, да, где мы уже почитаем экономику по сохраненному густоте, сколько сохраненному урожаю, сколько это нам дает в разных обработках. Вот это о чем ты говорил. Я к тому, чтобы ты продолжал, там на следующем слайде, да, все видно. Да-да-да, я думаю, вопрос о стоимости, да, всегда новых обработок, потому что это всегда актуально. При, грубо говоря, мы пересчитали, да, при норме высевопуска, там, 60 тысяч, хотя, как мы выяснили, это уже достаточно роскошная норма для подсолнечника, да, с нынешними условиями влагообеспеченности, но тем не менее. При норме 60 тысяч рублей обработка семян крузер в среднем по компании, по сравнению со стандартным, обходилась плюс 500 рублей на мешок. Обработка в Cruiser Force обходится, не на мешок, на гектар. Обработка в Cruiser Force обходится 760 рублей на гектар, то есть по сравнению с крузером, там, 300, 260, да. То есть за 60 рублей мы получаем прибавку урожайности, равную к крузеру, да, там, в полтора центра, 1,4 центра с гектара. За, там, 260-300 рублей плюс-минус, там, в разных компаниях будет по-разному. Даже на цену, там, мы не говорим, да, там, какую-то там дикую 40 рублей, да, под 35 рублей дополнительный чистый доход. Что тоже гико для этого сезона, но уже свершился факт, да. Да, свершился факт, но, тем не менее, дополнительный доход, который сохраненный только лишь от обработки семян, то есть мы получаем 4000 рублей, это 400. То есть на самом раннем этапе чуть-чуть, да, мы инвестируем больше, чем мы привыкли, совершенно, да, на самом деле на 260 рублей, потому что обработка крузера является практически стандартом во многих компаниях семенных, да. И получаем, говорится, в конце сезона дополнительную прибыль в равную 4000 рублей с гектара. Я думаю, что это хороший пример как раз-таки инвестиции, это в начале либо какие-то расходы. И подготовка, да, о чем мы с самого начинаем, сельское хозяйство, да, это такая рубашка, которую нужно под конец сезона застегнуть в правильном месте. И вот выбор и обработки семян, наверное, это та первая пуговица, которую необходимо начать застегивать сейчас. 260 рублей плюсом, да, как стандартным, скажем, расходом получаем 4000 рублей. Я не знаю, какая-то возврат инвестиций какой-то очень приличный. Безусловно. Спасибо, Павел. Ну, соответственно, по Крузеру Форс, по инвестицийной защите, наверное, у нас все, да, поэтому мы хотели бы вам рассказать о новых вене фунгицидной защите. Пока у нас с подсолнечником остается все по-прежнему, это Афрон, Эксель и Максим 025, да, являются стандартными защиты практически для всех семян подсолнечника. Но в Кукурузе у нас есть изменения. Все вы помните, что два года назад мы активно запустили обработку новый продукт под названием Максим Кватро, четырехкомпонентный продукт, который заместил собой Максим Голд, эффективности которого стало не хватать в связи с тем, что увеличилась интенсификация, стали вносить больше удобрений, да, все, скажем, всего оборот также сократился, произошло накопление как раз-таки вредителей. И на данный момент Максим Кватро стал основным продуктом для защиты семян кукурузы. Но мы не стоим на месте, мы продолжаем развиваться, и, соответственно, в этом году у нас появилась новая регистрация продукта под названием Vibrance. Многие, наверное, уже слышали, что этот продукт зарегистрирован уже на зерновых, ожидаем регистрацию также под названием Vibrance Integral, ожидаем еще несколько регистраций таких продуктов на различных культурах. Но вот Vibrance получили первым на кукурузе, это чистый седоксан, 500 грамм на литр. И это действующее вещество имеет уникальное по себе, уникальное действие на растения, да, оно позволяет развивать мощную корневую систему, усиливать образование корневых волосков на начальных этапах роста и развития, что позволяет кукурузе, соответственно, потреблять больше влаги и более эффективно потреблять элементы минерального питания, которые у нас находятся в почве, либо мы, которые мы вносим. Соответственно, это позволяет также, Vibrance позволяет расширить спектр действия. И если мы с вами посмотрим на вот эту диаграмму, гистограмму, да, как ее ни назови, то Vibrance имеет две регистрации – минимальная дозировка и, соответственно, максимальная дозировка. В минимальной дозировке он как раз-таки позволяет добиться вот этого эффекта развития корневой системы, усиления образования корневых волосков, но, кроме того, и усиливается действие по резоктонии, да. Соответственно, если мы говорим про максимальную дозировку Vibrance на семенах кукурузы, то мы говорим о решении вопроса пыльной головни. Сегодня пыльная головня – это не особо актуальный вопрос, только территории, наверное, граничащие с территорией Украины имеют эту проблему. Vibrance зарегистрирован уже в течение двух лет на территории Украины, и этот продукт довольно-таки серьезно решает вопрос с пыльной головней на территории Украины, там, где кукуруза является чуть ли не монокультурой. Да, здесь хочу подчеркнуть, не забывайте, это пыльная головня, а не пузырчатая, которая на самом деле будет невозможным проконтролировать пузырчатую головню при помощи обработки семян, потому что циклы заражения идут в течение всего сезона, и это вопрос комплексный. От фунгицидной защиты кукурузы, так и инсектицидной. Как отличить пыльную от пузырчатую? Есть такой специалист, у него есть тест на белую рубашку, когда вы берете, если у вас белая рубашка, вы заходите в поле и сломаете этот початок, или метелку с пыльной головней и проводите по рукаву. Если у вас рубашка черная осталась, то это точно пыльная головня, потому что масса пылящая гораздо меньше. Если пузырчатая головня, да, и вы проведете этот желуак, да, по-русскому, по белой рубашке, то у вас практически она останется чистой, если это быстро. Но я думаю, все прекрасно понимают, как это выглядит в реале. Потому что очень много вопросов часто задают с этим, а как же пузырчатая голова? Никак, господа, еще. Сила корней. Дмитрий, да, затронул такую важную тему по поводу изменения, да, как мы можем повлиять не только на контроль вредителей и болезни, но и заглянуть чуть дальше, да, в физиологию растений, как мы можем помочь растению лучше развиваться, лучше сохранять, развивать свою корневую систему, и тем самым увеличивая вот эту площадь питания, увеличивая, скажем так, давая растению максимальное питание, которое он может взять из почвы, да, при помощи как раз-таки увеличения корневой системы, увеличения ее площади и как раз новый продукт Vibrance, да, который уже неплохо зарекомендовал себя и на других культурах, и будет продолжать, он точно так же работает и на физиологическом уровне, и на кукурузу, то есть семена обработанные Maxim Quattro плюс Vibrance, да, мы видим здесь, дают большее количество, как и площадь корневой, они увеличивают площадь корневой системы, да, увеличивают количество корневых волосков, что приводит к улучшему питанию, да, и мы прекрасно видим на фотографиях слева, как отличаются эти два растения, которые обработаны как с Vibrance и без в поле, да, и на начальных этапе роста. Плюс обработка семян Vibrance, да, дает на самом деле хорошую прибавку по сравнению даже со стандартом Maxim Quattro плюс Forze, да, в районе двух центров, и это хорошие статистические данные, которые уже доказывают по всей стране уже не первый год, поэтому вот эта вот защита семян, которая переходит уже на новый, да, уровень не только там контроля родителей болезни, а как повлиять на физиологию, как помочь растению там перебороть всевозможные стрессы, на самом деле за это будущее, и только так мы сможем там дальше идти в какую-то выносификацию технологий. И у нас еще одна новинка, я не знаю, переключилась или нет. Да-да-да, переключилась. Это Epivio Energy, да, и я скажу, что это только первый биологический продукт, биостимулянт от Сингенты, потому что, ну, никогда такого не было, да, чтобы у Сингента что-то там появлялось, прям совсем биология-биология. Да, теперь мы разработали, и у нас это есть, и это также то будущее, о котором мы говорили. На Epivio Energy будет уже зарегистрировано кукурузе и подсолнечнике, как биостимулянт. Это та вещь, которая помогает растениям лучше прорастать, да, поднимает энергию прорастания. Это особенно важно, да, на подсолнечнике, когда кто-то переживает, что у меня семена там двухлетние, трехлетние, да, это помогает увеличить энергию. И второй плюс Epivio Energy, это она способна активировать либо увеличивать ту ризосферу, которая находится вокруг корней растения, да, чем лучше, активнее у нас работает ризосфера, тем больше потребляется у нас элементов питания. А чем больше корней, тем больше ризосферы, тем больше питания. Поэтому эта Epivio Energy плюс связка с Vibrance и Forze обеспечивает, на самом деле, такой комплексный подход для лучшего развития и растений в течение сезона. Спасибо, Павел. Ну, коллеги, будем завершать, да, наш презентант, наше выступление. И завершить его хотелось бы вот таким сложным, казалось бы, слайдом, но мы постарались его разбить на маленькие части, и давайте есть этого слона постепенно. У нас есть с вами три культуры, есть три вида, соответственно, есть три периода эволюции продуктов, скажем так, назовем это таким образом, да. И если мы посмотрим с вами, с 2000-х годов стандартом обработки у нас на подсолнечнике является это Максим Апронексель фунгицидной защиты, да, затем подключался Крузер, и, соответственно, сейчас практически, ну, если мы говорим подсолнечники Сингенты, это уже 100% семян всех обработанных в Крузере является стандартом. Международные компании все приближаются к этому стандарту, да, и уже имеют по 80-90% обработки в Крузере. Вот, ну, соответственно, будущее, как раз-таки 2020 года, мы видим, что технология будет продолжать развиваться, интенсификация будет повышаться, и, соответственно, будут нужны более сильные решения в этом направлении Крузер Форс и Пивио Энджер. Я скажу, что это не все новинки, которые нас ожидают на подсолнечнике. В ближайшие годы мы ожидаем расширения портфеля защиты семян по подсолнечнику, но об этом мы можем говорить с вами только когда получим регистрацию, да, поэтому пока это то, что мы презентуем. По кукурузе долгое время, как я говорил, был стандартом Максим Голд, затем мы вывели на рынок Максим Кватро четырехкомпонентный фунгицид, и они стали стандартом в инсектицидной обработке. Если вспомнить прошлый сезон, то, как минимум, компания Сингента, СИЦ, да, семена, испытывала большой дефицит семян в обработке Форзе, то есть был очень большой спрос, и он не был удовлетворен. Поэтому на сегодня мы видим, что уже практически, наверное, половина рынка, всего рынка кукурузы будет как раз-таки в обработке Форзе находиться по кукурузе. Ну и новые продукты для нас, для кукурузы, для вас, да, это Vibrance и PIVA Energy, которые также будут доступны с этого сезона, то есть спрашивайте эти обработки на семенах любых семенных компаний, да, заказывайте у них, спрашивайте, будут готовы предоставить. Если говорить про сахарную свеклу, то Максим и Атрон XL, это был, долгое время был стандартом фунгицидной защиты, да, вместе с гимиксозолом и тирамом. Вот, инсектицидная защита была долгое время, опять-таки, Форз Магна, это тот же, тот же Крузер и Форз, да, только в разных концентрациях. И Крузер Форз является самой сильной защитой, и в этом году мы также зарегистрировали новый трехкомпонентный фунгицид на сахарную свеклу для защиты семян Vibrance Extra, который в себе содержит также молекулу Сидоксана новую, да, и флудиоксанил с мифиноксаном. Вот, коллеги, так что обращайтесь к своим семенным компаниям, запрашивайте у них информацию по обработкам. Да, мы желаем вам всевозможных успехов, да, пускай цена на продукцию продолжает расти, чтобы вы могли заработать в этом году больше, чем, и отбить свои затраты по предыдущим годам. Павел? Да, я, как обещал, постараюсь сейчас быстро пройти. Какой состав, химсостав у пиви, пиви не химсостав, да, это ауксин, стокенин, то есть фитогормоны, плюс немного молибдена, кобальта, серы и железа. И если я не буду там брать совсем очень низко, скажем так, концентрированные. Семена подсолнечника будут обработаны, да, как я уже там кому-то отвечал в чате, только с завода Cruiser Force вы не можете купить и обработать у себя в хозяйстве. И все культуры по отсолнечнику, кукурузу, сахарное свекло, все продукты мы, когда рекомендуем, мы работаем над этим, чтобы обрабатывались только на специализированных заводах, с нанесением точного количества действующего вещества на каждое семечко, поэтому Cruiser Force будет доступен только, как говорится, из мешка всех российских, да, производителей семян, кто сотрудничает с нами. Так, про запах, так, эти флутрины кто-то не знал. Вообще используйте средства индивидуальной защиты так же, как и вы, используйте их для, скажем так, почему никто после инсектицидной обработки там пшеницы, да, таким перитроидом, там, каратезион или там эфории, да, не лезет в пшеницу и не нюхает ее? Почему? Потому что это, да, это пахнет, и нечего туда лезть. Такие же требования абсолютно применяются к обработанным семенам, поэтому используйте эти СИЗы на сейлках, в складу, да, при работе с обработанными семенами, никаких тут ограничений, там, изменений нет. Вин, Казахстан, коллеги из Казахстана, отлично, что вы с нами, но, наверное, не этот разговор, это затянется до долгого утра по новинкам Казахстана. Здесь регистрация, да, мы, соответственно, поставлять в Казахстан или обрабатывать в Казахстане можем только зарегистрированными продуктами, да, в Казахстане, поэтому регистрация не распространяется на Казахстане. Нужно смотреть регистрацию в этой стране, на сегодняшний день эти продукты не зарегистрированы на данный момент в Казахстане, поэтому пока нет. Так, либо все уже пошли дальше работать. Вот, ну, видимо, мы, наверное, ответили на большинство еще в чате вопросов, и был вопрос по хранению, есть ли информация по влиянию крузера на энергию и схожий семян подсолнечника при хранении. Об этом уже коснулись, да, Павел в своей теме коснулся, ответил на этот вопрос, что при соблюдении всех норм правил хранения, температуры, влажности, это не, как бы, не происходит снижение всхожести от грузерной обработки. Тут здесь вопрос касается непосредственно семя, это живой организм, который выделяет кислоты, да, и, соответственно, само семя может окисливаться и теряться всхожесть непосредственно от жизненных процессов, которые происходят в самом семье. По поводу презентации, мы не уверены, как мы можем передать ее вот так сейчас в таком формате, как сейчас, да, тут спрашивают презентацию. Если вы являетесь нашим дистрибьютором, по крайней мере, есть такой некий чат для дистрибьюторов, да, который мы там очень активно поддерживаем своих партнеров, как раз-таки такой информацией. Запросите ваших коллег или у менеджеров Сингента, они вам обязательно скажут, как туда подключиться. Ну, а в целом, еще раз повторим, что данная запись будет доступна на канале YouTube через одну-две недели, мы выложим это видео, поэтому с ним можно будет ознакомиться в дальнейшем. Ну, если вопросов нет. К всем коллегам, да, я вижу, что вопросов нет, поэтому большое спасибо за внимание, за подключение. Пишите, обращайтесь, будем рады помочь и ответить на все ваши вопросы. Всего хорошего. Хорошего дня. До свидания.